всем привет многие сталкиваются с проблемой такой на таком станке что плавит и не режет сейчас покажу почему и как это решить сейчас расскажу немного за круги в данном случае круг 400 на 32 на три с половиной бывает три миллиметра три с половиной четыре миллиметра я для себя подобрал что для меня идеально три с половиной миллиметра если круг тонкий три миллиметра и тоньше то уходит рез в сторону его гнет если круг четверка толстые но он слишком сильно зализывает фирма не играет роли они в принципе все одинаково режут все одинаково сделано сейчас покажу с какой скоростью реже я чтобы резала не плавила но и не уводила такую скорость подобрал и так рез у нас получился аккуратный заусенка маленькая не заплавлено легко снять болгарка сейчас посмотрим с какой скоростью будет зализываться круг мы сейчас сделаем несколько резов на медленной скорости и вот он стал такой более зализанный гладкий сейчас посмотрим как он будет резать и а 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 и а Продолжение следует... Так, посмотрим. Мы можем уже увидеть разницу внутри. Даже есть заусенцы появились. Здесь очень толстая заусенца. Здесь видно, что плавило. Вот что получается зализанным кругом. Вот разница сразу видна. Видите, заусенцы там тяжело убрать. Надо болгаркой сильно надавливать. И так как нам избавиться от зализанного круга, сейчас я покажу. Возьмем пластину тонкую 2 мм. И отрежем на побыстрее скорости. И как раз сорвется эта зализанность и будет резать нормально дальше. Итак, два раза мы пластины отрезали. Вот стала такая более... Шершавая поверхность, можно так сказать. Теперь будет резать хорошо. Получается стоимость. И отрезаем неизвестительную пластину. В repenh we honece. Если нет, то я purposesенец и спать и добавляю. так отрезала снова хорошо снова маленькая заусенка внутри заусенок нету и когда мы резали металл не краснел когда начинает краснеть металл он плавится и заплавляет круг вот еще в чем может кому пригодится будет обращать внимание как только краснеет металл стенки значит надо либо ускоряться либо нужно опять пластинку поставить сорвать немножко чтобы она резала не заплавляла вообще чем толще труба стенка толще тем немножко нужно быстрее вести но сильно быстро тоже нельзя вести чтобы круг не уводил потому что будет рез кривой будет уводить сейчас покажу на маленькой болгарки как в принципе это тоже происходит одна маленькая болгарки принципе то же самое вот новый круг вот старый круг и вот видим разницу вот этот он более по звуку даже отличается а этот такой более гладкий это он когда новый и рез будет первый рез будет стараться уводить она будет криво поэтому нужно тоже первый рез будет срывочной вот этой поверхности сейчас покажу разницу тоже сейчас нарисую имитированную линию типа под 45 градусов и отрежем старым кругом отрезалась ровно не соскакивала прям как по линии отрезал хорошо сейчас проведем ту же линию на обратной стороне и попробуем новым кругом бугарка и так 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 что получилось такой рез на видео вы видели очень тяжело было сначала отрезать когда круг новый зализан здесь намного лучше и проще здесь он скакал но также и на вулканите тоже получается когда у нас зализанный круг он больше плавит дорежет не очень ровно так что ребят если зализывает плавит но не режет просто немножко быстрее режьте и все будет хорошо такое видео получилось я думаю кому-то пригодится всем пока